Добрый день, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполис. Сегодняшний ролик посвящен теме, сколько длится психотерапия по времени. Вы должны понимать, что психотерапия это не медицинская специальность, где есть болезнь, например, зуба, вы приходите и вам лечат зуб, и вы уходите домой, не применив, не влияв на этот процесс никак. Давайте разберем вообще, что такое психотерапия, что такое психология и психиатрия. Психиатрия это наука, которая изучает работу головного мозга и высшей нервной деятельности. Психология это тоже наука, которая изучает разные личности, изучает акцентуализации личностей, изучает типы характеров, типы темпераментов, тестирование проводит, профориентационное тестирование, реакции изучает. В общем, больше теории в психологии. Поэтому психологи, которые выходят даже с высшим образованием, они не психотерапевты, потому что они больше теоретики. А вот психотерапия это непосредственно метод или череда или серия методов, которые занимаются конкретным решением той или иной проблемы. Методов психотерапии много. Каждый метод решает по-своему ту или иную проблематику. Поэтому психология и психиатрия это науки. Вот в психиатрии метод психофармакотерапии. Понятно, да? Что это таблетки, транквилизаторы, антидепрессанты, ноотропы и так далее. Это метод. В психологии есть методы тестирования, а вот в психотерапии есть методы решения. Смотрите, возьмем наш профиль, наши панические атаки, вегетососудистой дистонии и неврозы. Как будет выглядеть психотерапия, вегетососудистой дистонии или панической атаки или невроза? Во-первых, на первом этапе вы будете много учиться и понимать, что такое телесные симптомы и как они образуются. Почему и откуда первое, десятое, сердце, желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, кожа, нервное окончание, гормоны, мочеполовая система. Как это все связано? Причем здесь вообще вегетососудистая и вегетативная регуляция. Затем тревоги, фобии, обсессии, компульсии, депрессии. Откуда это возникает? Почему у Пети есть, а у меня есть, а у Пети нет? Как это связано? Почему эмоции резонируют так в тело? На этом этапе он длится обычно от двух до четырех занятий. На этом этапе вам становится уже полегче, потому что вы понимаете, что происходит и как. Затем идет этап поведенческих техник, который, это набор инструментов, который дается вам для того, чтобы вы предупреждали приступы паники или с ними справлялись и работали над тем, чтобы они не появлялись. Если это фобия, то это работа с фобией. Если это обсессивно-компульсивное, соответственно, расстройство, это работа с ритуалами. Если это навязчивость, это работа с навязчивостью. Если это паническое расстройство, это работа с паническим расстройством. Если это агорофобический уже синдром, то это работа с избеганием. Ну и так далее. Это второй этап. Параллельно изучается самое главное – это причина. Работать только поведенчески, устранять симптом нельзя. Сейчас я вам объясню, почему нельзя. Нельзя, потому что… Сейчас я это буду рисовать, но прежде чем я это нарисую, я вам расскажу дальше этап. Этап такой. Значит, первый – мы объяснили суть, физиологию. Второй этап. Мы дали пациенту конкретные техники, ему уже стало легче, он уже научился, он понял. Вот, кстати, ролики, мои ролики, которые вы видели в Ютьюбе, это и есть выполнение первого и второго этапа, который многие люди, тысячи людей в мире получили абсолютно бесплатно. Объяснили, научили, объяснили, научили. Это первые два этапа. Но есть еще три этапа. Третий этап – это понимание того, почему у меня такое произошло. То есть, изучение вашей личности, изучение того, что является причиной такого расстройства. Почему оно так случилось. Поиск того самого внутреннего конфликта, который выходит в виде таких феноменологических симптомов. И вот когда вы осознаете это, Фрейд это назвал инсайтом или ага-переживанием. Когда вы осознаете, почему, вот тогда, это уже третий этап – осознать причину и повод. И вот вступает в силу самый затяжной этап психотерапии. Четвертый – это решение внутреннего конфликта. Потому что, ребят, научить вас не бояться панических атак, избегать, снять вегетативное острое напряжение, не бояться, не провоцировать – это легко, это не так тяжело. Более того, не так тяжело найти тот самый внутренний конфликт. Самое сложное – это решить. Потому что вот здесь как раз все зависит уже не столько от психотерапевта, сколько от вас. Потому что психотерапевт подвел вас к осознанию, он вам дал техники, он вам дал многое. Но когда вы поняли, в чем заключается конфликт, никакой психотерапевт за вас, а вы часто хотите, чтобы так было, решение не примет. Ну, например, решение по поводу взаимодействия с родителями. Решение по поводу взаимодействия с работой. Решение по поводу взаимодействия с мужем или с женой. Решение по поводу взаимодействия с подчиненными и с начальником. Решение по поводу взаимодействия в целом с миром и с окружающими людьми. Я за вас это решение принимать не могу и не буду. И вот только от вас, и только от вас на данном четвертом этапе психотерапии будет зависеть скорость результата. У меня есть клиенты, которые почти год отмораживаются. Ну я не знаю, я понимаю, что это проблема. И все зависит от них на самом деле. А есть люди, которые очень быстро, вот у меня парень, Антон, тебе привет. Быстро, он четко понимает, в чем причина, конфликт, как решать. В чем причина, конфликт, как решать, как решать, как решать. Тынь, 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 о, все. И жизнь начинает меняться. Понимаете, все зависит от вас. Осознали, поняли, как изменить. Осознали, поняли, как изменить. Но если вы будете затягивать осознало, ага, да, ну давай я вот, ну да. И вот если вы это затягиваете, конечно, это ваша защита, потому что меняться долго и тяжело. Но чем, вот, всё зависит от вашего action. Вот только act, действие является ответом на вопрос, как быстро вы из этого выйдете. Понятно, да? Ещё раз, первое – это обучение симптоматики и что такое вегетососудистая листония, паническая атака, как это всё работает. Второй этап – это конкретные поведенческие техники, как работать с телом и как работать с панической атакой и с тревогой. Третий этап – это осознавание внутреннего конфликта и его вытаскивание, так сказать, наружу. Четвёртый – это решение внутреннего конфликта. И пятый этап – это генерализация ваших изменений не только в область решения конфликта, но и в область того, почему он произошёл. Для чего это? Для того, чтобы больше, когда вы от меня уйдёте, чтобы больше никакие подобные похожие ситуации не вызывали у вас, ну, скажем, ещё раз такой проблемы. Чтобы, если что-то где-то случится, чтобы не было вот так вот кошмарно. Но вы должны понимать, что после вот таких изменений вы не должны и не сможете стать таким овощем, да, безэмоциональным. Наоборот. Когда вы смотрите фильм о киту, да, вы должны поплакать, не сдерживаться. Когда хочется посмеяться – посмеяться. Когда хочется поплакать – поплакать. Когда хочется выразить свои чувства, научиться их выражать. Когда хочется сказать – сказать. То есть, наоборот, быть настоящим. Быть в потоке. Быть настоящим и не подавлять ни чувства, ни эмоции. Быть осознанным и гармоничным, честным с самим собой. Вот что такое правильная психотерапия. Значит, давайте я нарисую ещё ответ на вопрос, почему симптомы меняются. Да, многие спрашивают. Рисуем головной мозг. Вы говорите – Алексей, я вот избавилась от этого, потом у меня это, потом у меня это, потом у меня то. Вот смотрите. Вот, условно говоря, это ваш головной мозг. Также, условно говоря, есть та самая внутренняя проблематика, которую моя задача – найти и помочь вам от неё избавиться. Эта внутренняя проблематика не осознаётся, но она, ваш головной мозг, уже додолбила определённую зону мозга, уже, ну, очень сильно перенапрягло. И возникает обычная защитная реакция организма. В чём задача? Надо найти зону мозга, которая на себя переключит концентрацию внимания. То есть, зона мозга, которая болела, переключится на, например, компульсивное изучение пульса, или компульсивное изучение давления, или контроль за дыханием. Как только вы переключились сюда, основная концентрация внимания у вас стала здесь, а была здесь. Здесь начинается потихонечку расторможение, то есть, зона отдыхает. Но как только здесь начинается уже перенапряжение, или, допустим, вы вас научили решать эту проблему, если не решена проблема вот здесь, то возникнет что-то новенькое, и вы переключитесь сюда. Затем возникнет что-то новенькое, и вы переключитесь сюда. Ну и так далее. И вы будете скакать с ваших доминантов до тех пор, пока не решится главная проблема. Именно поэтому форумы в интернете в большей степени несут огромную проблему. Потому что как только вы пришли на форум вот с этой проблемой, и, допустим, с одной смещённой доминантой, панической атакой, концентрацией на пульсе, допустим, да, на работе сердца, вы прочитали всевозможные варианты, и они уже у вас открылись к будущему развитию. Вы вспомните, когда вы пришли на форум, прочитали про Машу, про Петю, про Жору, про Васю, у вас потом на эту тему пошли смещаться ваши фобические тревожные доминанты. Теперь вопрос, почему мне, когда я прихожу на какой-нибудь несчастный долбанный форум, типа, вот я понимаю, что я оттуда набираю всего этого дерьма, но почему меня оттуда тянет? Очень просто. Если бы вы приехали в Нью-Йорк, и у вас была бы подобная проблема, вы бы пришли бы к знакомому и сказали, у меня панические атаки, у меня вот такая... Он сказал бы такой, ну и что, ты не знаешь, что делать? Ну, я там в интернет-форуме ищу информацию, там у Маши тоже плохо, мы обсуждаем, как у кого, как происходит. Он такой на вас посмотрит, говорит, странный парень, но вообще-то как бы все знают с детства, что этим занимается психотерапия, психоанализ, вот тебе визитка, классный там психолог, сходи. Да нет, у меня форум, там вот все мы гурьбой обсуждаем, а как у меня, а как у меня, у меня сегодня потекло оттуда, ай, серьёзно, а меня накрыло. Ну, американец скажет, ну, ты какой-то странный чувак, потому что, ну, ты как бы решай вопрос. И там нету такого количества интернет-бредятины. Вы зайдёте в Нью-Йорк и наберёте в Гугле, вы увидите не форумы, вы увидите клиники, психоаналитик такой-то, психоаналитик такой-то, когнитивно-поведенческий терапевт такой-то, 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 такой-то. Вам останется только выбрать. А в нашей стране такого нету. Соответственно, наши граждане поставлены в ситуацию раком, где им врачи не объясняют, а в интернете непонятно, что написано. Естественно, люди начинают бояться, они не понимают, то ли с сердцем, то ли с лёгкими, то ли вообще с ума не сходят. У всех начинаются мысли про сумасшествие, то, что врачи не могут объяснить, что такое вегетососудистая дистония банальным образом. Они не могут объяснить, что такое неврозы. И люди идут на форумы, естественно, это их единственное пристанище, и там возникает самое страшное. И там возникает как раз вот то это, то это, то это, потом это, потом это. И человек начинает метаться туда-сюда по своим доминантам, но не решая главную проблему, потому что он её никогда не видел. И вот у него жизнь превращается в сплошной кошмар. Вот, собственно говоря, что я вам хотел рассказать по этому вопросу. По вопросу, что такое психотерапия, методы, сроки, и почему симптомы постоянно меняются. Спасибо за внимание. Ещё разок, ребят, кто хочет всё это понимать, кто хочет ещё раз начать с базисов и расти в своём понимании невроза, приходите на вебинар с 21 апреля, и я вам дам всю информацию, и будем идти с вами там каждые 4 недели по этапам, по этапам, по этапам понимать, в чём проблема и как с ней работать. Так что не тормозите, приходите на вебинар и будете заниматься. До встречи, пока!